Да, это никакой не кликбейт, да, я собираюсь уйти в ассеты корса компетензиона. На самом деле, я еще неделю назад планировал записать подобное видео, но по определенным причинам меня не было, и, соответственно, я не мог записать. И, по сути, в этом видео мы поговорим не о самом уходе, а о том, как прошел для меня, так сказать, первый год в симрейсинге, который начался благодаря Z-миру и его лиге Z-FL в F1-2020. Что же, с вами Вархаммер, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. В августе стартовала у нас замечательная лига Z-FL, где я смог познакомиться с людьми некоторыми, с которыми я по сей день даже катаюсь в той же АЦЦ. И как раз-таки с этой лиги я начал, в принципе, знакомство в симрейсинге в F1, по крайней мере, который мы потом продолжили в других лигах. Это Race for Win, потом ПКТ лига, в которой мы откатались полтора сезона, потому что, если я правильно помню, это третий сезон был, когда я пришел. Мы откатались там половину, потому что я там пришел не сразу, а только с Испанией, которую нам удалось сразу же выиграть причем. Потом у нас были пару эпизодов в Pride League, ну и закончили мы F1 League SKS европейской, в которой я просто-напросто сгорел. Ну и, конечно же, за год я понял то, что F1 это не вариант для катания в онлайне, потому что игра, в принципе, не сделана на все 100% для онлайна. В ней есть немало косяков, и один из таких косяков главных, я считаю, это именно режим лобби. То есть, когда человек создает, как бы, лобби, становится хостом и одновременно сервером, и к нему подключаются, и этот параметр просто-напросто является большой проблемой в том плане, то, что происходит иногда рассинхроны у людей, кто-то кого-то не видит, и происходят там различные убийства из-за этого. Потом, если хост отваливается, и хост не может кому-то передаться, тоже начинаются различные проблемы на сервере, что ты никогда не встречаешь, если сервер именно выделенный. Как АЦ, к примеру, либо уже в АЦ, либо в Варфакторе, в любом нормальном симрейсинге, в общем. Вот, ну, про нюансы типа средок я вообще не говорю, это вообще отдельный бич этой игры. Ну, может быть, когда-нибудь Кудмастерс это починят, поменяют, не знаю. Хотя, казалось бы, в игре есть Испортс, который должен, наоборот, мотивировать разработчиков как-то менять мультиплеер в лучшую сторону, но после появления Испортса я как-то не особо видел, чтобы мультиплеер как-то меняли. Какие-то небольшие фиксы из серии в серию там делают, но не более. Как бы, как оставался калом мультиплеер, так и остается. Если же взять после уже Эвки, что у нас происходило, если возвращаться к тому, как проходил год Steam Racing, вот, потом у нас началась Assetto Corsa обычная, не до век, то есть это эдакий спринтерский чемпионат, по часу гонки, иногда по два часа гонки. Ну и потом мы с девиза пошли в Assetto Corsa Friends чемпионат, где мы катали уже, для меня это были первые эндюрансы, 6 часов Фузи и 10 часов Лимана, которые мы выиграли благополучно, потому что мы просто уезжали от всех, особенно девиза, за счет которого мы и выигрывали, квалификацию и начало гонки. Ну и потом, до недавнего времени, если я правильно помню, это было 17 число, суббота, первый эндюранс уже в АЦЦ, который у нас проходил на убогой трассе Zandward, но окей, 6 часов на ней, которые на самом деле прошли очень неплохо, особенно последний час мой, когда я вкатился в машину и просто получал на самом деле удовольствие от того, что я вожу ее, и по временам это даже можно было заметить, когда я поставил самый лучший круг гонки, минут 35,7, если я правильно помню, ну по сути где-то мой квалификационный круг я собрал, только на полном баке, естественно. И после этого я понял то, что, блин, зачем я буду пытаться что-то в F1 пытаться делать в 21, который ни хрена по сути не поменяется, ну кроме управления болиды, потому что оно станет хуже из-за того, что у нас меньше пришимы теперь. И почему бы не сосредоточиться на АЦЦ, в которой есть куча чемпионатов, есть варианты в виде эндюрнса, спринтов, в принципе вот куча чемпионатов, где есть призовые, то есть множество чемпионатов он спонсирует с различными конторами, также за счет того, что это GT-класс, в нем на самом деле больше идет соперничество, потому что он времена намного ближе друг к другу. Конечно, у GT-класса есть свои минусы, особенно на прямых, на которых Слепстрим особо не роляет, он роляет только ближе к концу прямой, это только будет чувствоваться в какой-нибудь поле Рикария, вот, ну это уже такие нюансы. Но в целом класс оказался не таким уж сложным для меня и унылым, как я думал, потому что после того, как я сел за ту же GT-3, там за Астон, за Макларен садился, после там прототипов и либо F-ки, ты блин садишься и, блядь, оно неуправляемое, просто кирпич, ты едешь просто за рулем кирпича, блин, но потом, когда ты вкачешься, понимаешь, что, блин, оно, в принципе, неплохо рулится и даже на этом можно ехать и еще как можно ехать, вот. Плюс за счет того, что трассы особо немного в АЦЦ, то есть не особо много надо учить их, есть знакомые трассы с F-ки, хотя, да, знакомые они с одного вида, но по факту другие, потому что все-таки точки торможения намного отличаются, это не как с прототипами, на которых, в принципе, плюс-минус точки будут такие же, как на Формуле 1, вот. И, опять же, после этого я понял то, что надо уходить в АЦЦ, потому что это самый, так сказать, доступный вариант сим-рейсинга нынче, да, есть у нас еще R-Factor, есть у нас еще Air Racing, но последний, очень дорогой вариант, это подписка ежемесячная, это покупка машинный трасс по 15-20 баксов, только за одну машинную трассу, это как-то, ах, просто жаба начинает душить, вот. Air Factor еще как вариант есть, тоже там проводятся различные чемпионаты с призовыми, в одном из таком я участвовал в F3 он был, я не понял, уже портал даже как был, ну, возможно, кстати, мы вернемся к этим ребятам, они будут устраивать скоро чемпионат по F1, и, может быть, в него мы ворвемся, вот. Что касается F-ки, именно 20-21, скорее всего, я поеду в одной лиге, это будет ОРЛ ЦИС, в котором я пригласил девиза за ехать не до век, вот, скорее всего, поедем мы за, так сказать, наш любимый не до век, покатаемся, посмотрим, что из себя представляет 21 F-ку, но не более. Видосы, конечно, по F-ке будут, будут они именно по синглплееру, но не так, как, например, делает этот Z-Meer, или, в принципе, любой влогер по F1, нет, все будет так, как я именно изначально задумывал, как я задумывал рубрику Lights Out, на канале есть видео, вы можете посмотреть, но будут они намного лучше, я уж надеюсь, что получится делать так, как я задумал, вот, то есть 21 F-ка будет. Ну и АТЦ, естественно, на канале, я думаю, будет больше нарезок, может быть, какие-то даже отдельные видео, какие-то гайды, я не знаю, если я дойду до этого, хотя, да, делать гайды, это, да, мощно будет. И, конечно же, куча стримов, стараюсь частенько ездить в каких-нибудь эндюрансах, ну, либо просто в спринтах, будем сейчас накатывать километраж потихоньку в АЦЦ, учиться ездить не только на переднем моторках, но и на среднем моторках, потому что пока что есть опыт, в основном только Астон Мартина, еще также Бентли немного, на котором мы поедем, кстати, эту субботу эндюранс от АОР, это 6 часов хунга-роллинга на Бентли с FireGime, так что, ребят, обязательно приходите, если я правильно помню, гонка начинается в 6 часов вечера по московскому времени, так что не пропустите, ну, а вообще, чтобы не пропускать никакие стримы, ребят, подписывайтесь на группу ВКонтакте, потому что там публикуются анонсы стримов, ну, по крайней мере, иногда они публикуются, Дэн всегда делает анонсы стримов заранее, я же, когда как, когда могу просто заанонсить, что вот стрим начался, и все, но, ребят, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новости о канале, на этом все, будем прощаться с вами, подписывайтесь на YouTube канал, фоловьте Twitch канал мой, Twitch канал Дэна, вот, ссылки где-то есть, где-то там, в описании, я думаю, найдете, как-то так, и что же, скоро увидимся и услышимся, пока-пока, ребят, и удачи! Конечно, МБСПА это не лучшая трасса для Порши, именно. Блять, на зеленый нельзя выжить 7-4-мя. Брат, ну пусти, пожалуйста. Пусть, пусть, Пужа, жуста, блять, и бать, и широко улетел. А, вот тут он ошибся. Ладно, у меня здесь слепстрим будет, сейчас. Блять! А, фух, он меня пустил. Бля, вот для таких моментов, аварийку, блин, забинить был бы охрененно. Взял, спасибо, сказал аварийкой, все. Впереди, меня все едут очень медленно. 4-2 секунды, кто как сливает. И это еще на подбитом жеребце, еще причем. Ну, да, я точно доеду, а вот впереди идущий, там, Макларен, что ли, на третьем. Тут уже хз. Вроде, не 2, я там секунды где-то выиграю только. Давай, мой жеребец. Скачи к подиуму. Скачи так давайте это ауди покажи что можешь и не можешь давай 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 ебать она втиснулась бля следующий дюр я обязательно ферри поеду а просто охуенно рулится я думаю что я дамага не было я бы еще быстрее мог ехать но десятки две с круга с дико поигули что астон тут наоборот имбовый теперь виза в скорости напрямой но я на астоне блин 265 делал наверно максимум допиздился немного ну он пойдет две десяточки просрали не более заебись едем дальше но вот это плюс еще один кат так ну в принципе шесть минут я отыграю почти по две секи с круга от него напрямую сейчас еще доеду в принципе я могу через пару кругов догнать мерс уже побороться с ним за третье место вау о а вау 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 Отлично, шпильку прошел, прямой сейчас отыграем еще. А как она еще красную воду проходит, охуенно, прям, вообще без нареканий. Ну, с учетом дамага на машине, в принципе, время такое, ну, более-менее нормальное, я бы сказал. С учетом еще моего вката, блядь, хуевого, в феру, в принципе, тоже нормально. Ну, если, конечно, сравнивать с киберкотлетными временами, да, время, говнецо еще то. Блядь, занесло. Блядь, третий кат, заебись. Ну, что, драйв-тур на следующем куглу ловим туда уже. Блин, стоять нахуй. Без дрифта. Батяк, правда, центр себе сбил у руля. Ну, в принципе, на круге еще лежит, блин, я думаю, ну, пол-секи вообще изи могу найти. Особенно, если машина будет в нормальном состоянии, а не с, сколько там, 12 секунд до ремонта. Хотя, блин, дамаг даже особо не ощущается. Как ехал быстро, так и едет быстро. Как ехал быстро, так и едет быстро, так и едет быстро, так и едет быстро. Так, в следующем куглу будет файт уже. Я там с петов выезжаю, тут не очень вовремя. Ой, блядь. А вот это сейчас драйв-тру может быть? Нет, слава богу. Чху, пронесло. Опа. Там лидеры расхуярились. Точнее, лидер. Даже так можно сказать. Ну, собственно, там убрали еще и второго. Ну, теперь-то файт за второе место. Может, удастся здесь пролезть? Начинаете сдрифтить здесь активно. Так, только на Граве не заехать, блядь, то там точно, блядь, найдут кат ебучий. Уже проверено временем, блядь. Ну, надо предавтобусник пытаться. Бля, Блан Шимоне, наверное, упрусь с него. Оборачивай, блядь. Блядь, нихуя я не смог. Ну, все, сейчас место сожрем здесь. Ну, че, братан, готов умирать в красной воде? Я думаю, да. Ты готов. Блин, ну ладно, нормально. На прямой-то... У меня лошадок-то побольше будет. Падла. Перетормозил специально еще. Надо заставить ошибиться. Ладно, будем-то встретить в секторе снова. Или не будем. Остановись ты, блядь, говна-кусок. Ладно, третий, так третий. Ну, в принципе, мы изначально за третий боролись с ним. Эх, блин. Да, на последних двух кругах прям... Грязный воздух давал себя знать. Так, ладно, шина перегрета немного. Позади ведущих я точно не пущу. Че, стабильно мне секунду-четыре лил с круга. Да, обидненько. Получилось. Ну, блин. Начальник второго сектора, я думал... Он перетормозит. Просто улетит нахер с траектории. А он, блин, все-таки оттормозился нормально. Ну... В этом плюсы переднего мотора. Чуть-то может позже тормозить там на пару-тройку метров. Все, чего можно отыгрывать. Ну, в принципе, с учетом старта, конечно, который... Был, мягко говоря, просто из жопы. Нет, тракшн душит, не дает подривтить. Не, ну, в принципе, фера себя неплохо показала. Ну, в принципе, фера себя неплохо показала.